Друзья мои, мы с вами снова в Uniqlo. Я не знаю, что интересного мы здесь увидим, но по факту я начинаю с пижамок. Прям мне очень нравятся вот эти вот замечательные пижамы с шортиками. Висит оно некрасиво. Сейчас я повешу красиво. Вот так. Я им всегда навожу порядок во всех магазинах. Но понимаете, мне же надо снимать, чтобы это выглядело хорошо. И поэтому я всегда стараюсь все повесить, развесить. Давайте посмотрим, из чего они сделаны. Так, читаем. 75% район, 25% хлопок. Очень приятная, приятная такая, знаете, немножко сжатая такая ткань. Очень симпатичные расцветки. Вот это вот такая вот рубашка с коротким рукавом и шортики. Сколько она стоит? 50 долларов. Стоит 50 долларов. Да, значит, видите, вот такие, вот такие расцветки. Но пощупать прямо она супер мне нравится. Такая приятная и мягкая. Вот в такой либо спать, либо дома находиться. Легкая, тонкая, такая прохладная. Прямо вот даже трогаешь ее, она прям... Ткань прохладная. Здесь есть карманчики. Обязательно себе такую куплю, если дождусь распродажи. А здесь у нас другие пижамы. Я просто начала сначала, пошла по пижамам. Вот, вот так вот она выглядит. Значит, они из двух видов. Есть вот такие вот попроще, есть посложнее. Вот с таким вот руликом. Как будто бы под шелк. Значит, в этих состав район и лен. 70% район и 30% льна. И стоит она тоже 50 долларов. Видите, она простая совершенно такая вот рубашка и шорты. Без всяких выкрутас. А есть вот такие немножко с выкрутасами, я их называю. Ну, не выкрутасами, но, в общем, такая, знаете, что... Давайте опять все поправим. Ага, значит, вот это такая ткань, как будто бы трикотаж. Так, у меня все падает, девочки. Все ровняется. Значит, они из двух видов. Есть вот такое качество, как будто трикотаж. И она... Сейчас я ее найду, я вам прочитаю состав. Так, нашла. Видите, как она выглядит? Она тоже такая сделана вот с таким вот руликом, с коротким рукавом. И она стоит тоже 50 долларов. И в ней, значит, 74 хлопок, 26 полиэстер. И есть вот такого качества, как будто бы шелковистый. Видите? Скорее всего, что это вискоза. Так, смотрим. Тоже 50 долларов. И состав ее 100% полиэстер. Вот так. Но зато она выглядит, как будто бы дорогая шелковая пижама. Хотя это полиэстер. Они есть, видите, вот льняные вот таких расцветок. Потом вот это трикотажные. Вот такие пижамки, как я вам показывала. Это как вот это, вот как бежевая. Есть они вот такие миленькие в горошек. Есть синие, есть розовые и бежевые. А шелковые, вот эти, как будто бы шелковые, есть серые и розовые. Серый очень красивый цвет. Нет, просто очень. Но она из полиэстера. Вот эти вот из льна. Лен с чем-то там. Правда же был? Я не помню. Уже еще раз сейчас посмотрю. Я вам прочитала. Здесь уже надо искать. В общем, опять сейчас. 70% район и 30% лен. Очень хороший состав. Наверное, тоже в ней не жарко. В общем, я очень долго останавливаюсь на пижамах. Ну, здесь всякое утягивающее белье. Вы знаете, я очень люблю Юникловское. Хотя я его очень редко им пользуюсь. Но когда пользуюсь, то у меня есть Юникловское. Вот эти бесшовные, бесшовное белье Юникло. Никогда не пробовала его. 35 долларов без галтер. Но, вернее, как. А они, видите, сзади есть застежка. Потому что, ну, нету швов. Оно такой push-up. И нету швов вот здесь, вот внизу. Потому что настоящее бесшовное белье. По-настоящему бесшов. У него здесь нету вот этой вот застежки. А сплошная вот такая вот как. Одна такая сплошная полоса. Видите, здесь вот край такой, что не видно. Единственное, что вот эта вот застежка будет отпечатываться. Вся же идея в том, чтобы сделать такое, чтобы оно нигде не отпечатывалось. Ни под майкой, ни под свитерами. А застежка эта будет отпечатываться. Видите, они из разных-разных цветов. Кстати, я никогда не пробовала бесшовное белье. Я Никловская вообще не пробовала никакого белья. Вот здесь вот, видите, на сейле за 30 долларов. Вот такие всякие лифоны. Лифоны, кстати, неплохие. Носочки мы с вами смотрели. Вот такую. Вы знаете, я себе купила, но еще не носила ее, по-моему, вот эту. Не помню, какую-то из этих топов за... За 24 доллара, 25 она стоит. Это штаны вообще, что я смотрю. Мне нужен... Это все штаны, штаны, мне нужна кофта. Вот такая, вот такого типа я себе купила. И, знаете, она очень неплохая. 25 долларов, и в ней состав какой-то, я помню, что был хороший. Нет, ничего хорошего нету. Сплошной полиэстер, акрилик, район, спандекс, полиэстер, акрилик, район, спандекс. У меня была какая-то, что там был получше состав. Я уж не помню, какую я покупала. В общем, какую-то из них я купила. Она очень тоненькая, очень приятная. Просто носить как черный топ. За 25 долларов, по-моему, моя была другая. Я покупала ее подешевле. Сейчас пропустим. Вот эту я покупала, вот такого типа. Она стоит 20 долларов. Хотя она написана, что это как бы для утепления и так далее. Хотя, видите, здесь тоже 25. Сейчас, подождите. Может быть, я брала вот эту. Написано, что она 20 долларов стоит. Эризом. Вот эта вот линейка их стоит она 20 долларов. Вот. И в ней есть 7% шелка. Я помню, что в ней был хороший состав. В район 63, 7% шелка и 23% нейлон. И вот за счет вот этого шелка она очень-очень хорошо, красиво так лежит. И очень неплохо. Я, может быть, себе возьму еще одну. Я покупала черную. Я, может быть, себе куплю какого-нибудь другого цвета. Но цвета такие противные. Может быть, вот такую вот. Вот такую я бы взяла серенькую. Знаете, просто как самый такой простой-простой топ. Очень удобная штука. И здесь вот эти вот тоже мне очень нравятся вот эти вот топы. Но они, видите, все. Я бы хотела... У меня есть такая одна с рукавом. Я бы хотела, чтобы у них был немножечко какой-то рукавчик. Здесь тоже... Здесь есть купра 25% и 10% спандекс и 65 нейлон. Купра это тоже хорошая вещь. Вот они есть вот такие вот на совсем тоненьких бритеричках. Кстати, которые не регулируются, это не очень удобно. А есть вот на таких вот бритеричках. Я ищу... У меня есть... Я покупала у них такую же, только с рукавом. С маленьким рукавчиком. Это намного-намного более удобно, чем вот такая вот совершенно на бритеричках штука. Но пока я не нашла. Хотела бы еще купить другого цвета, потому что у меня есть только черная. Хотя даже вот как майка, как под низ ее надевать под что-то. Вот под пиджак, под жакет, под что-то, под платье такое. Если вам нужно какой-то нижний слой, какое-то прозрачное платье или что, это очень удобная вещь. Очень. Она очень такая приятная на ощупь, тянущаяся. Ну и вот эти вот есть со встроенным лифчиком, со встроенным бюстгальтером. Мне это совсем не нравится. Они мне ничего не держат. Мне под него нужен еще бюстгальтер. Они здесь такие довольно плотные чашки, но они держат грудь поменьше. Большую грудь они не держат. Вот. Или вот такие вот тоже. Тоже со встроенными лифами. Почем они? По 35 долларов. То есть вот мне лучше купить за 20 без лифчика и надеть свой лифчик, чем купить за 35. Вот такую вот. Кстати, здесь регулируются брительки, это удобно. Со встроенным лифом, потому что мне этот встроенный лиф совершенно не помогает. А в такой вот, видите, у нее достаточно широкие шлейки для того, чтобы скрыть бюстгальтер, если вам нужно. Боже, как они все гремят. Как всегда, гремыхают какими-то тележками. Ну, в общем, здесь есть хорошие цвета, расцветки, такой пыльной розы. Так, из нового. Вот такие платья. Есть они черные, вот такие бежевые и синий. Красивый цвет. Это, видите, размер смол висит. 67 леоцелл, 30 триллион. Хороший состав. На пуговицах полностью. Симпатичное платье. Так, брюки эти мы с вами видели. Может, мы возьмем их примерять. Вот такой еще цвет есть. Бежевый и черный, синий. Видите, одно осталось. Так, вот это тоже новые топы у них. Они за 20 долларов. Вот они из таких цветов. Зеленый, розовый, безевый и белый. И красный. И вот они сделаны обычным таким топик-резиночкой. И сверху кружево и по подмышкам. Симпатичный. Если вам тоже нужно вот под что-то его надеть. Есть еще серенькие такие, я вижу. Если вам нужно под что-то надеть красиво, чтобы торчало кружево, это, кстати, классно. 20 долларов не так страшно. Да, вот они из черные. Есть всяких разных цветов. Видите, есть черные, есть серые, розовые и красные. Вот такой вот. Причем он двусторонний. Его можно носить вот таким вот мысиком вперед. Или вот этой стороной вперед, задней. Он совершенно одинаковый. Здесь даже на картинке вот и показано. Видите, вот один вариант и второй вариант круглый. Я такое люблю. У них, кстати, все вот такие вот топы. Вот это что-то новенькое. Тоже за 20 долларов. Вот такая вот сжатая штука. Сжатый топ. С чего он сделан? Хлопок, найлон и спандекс. 59 хлопок, 38 найлон, 3% спандекс. Есть черные, белые есть такие, серенькие, бежевые. Вот такая вот история. Мне кажется, он неплохой. Ну и все, девочки. Майочки, майочки в полосочку. Это какие-то новые цвета, по-моему. За 10 долларов сейл. Посмотрите, какие прелестные майки. Распродажи. Это неплохая цена. Давайте посмотрим, из чего оно сделано. 100% хлопок. Отлично. 10 долларов и есть. Очень красивые цвета. Вот такой вот кирпично-оранжевый и такой морской волны. Я смотрю, что размеры... А, нет, есть large. Extra large, small, extra small. По-моему, размеры почти что не осталось. Ну, видите, вот очень приятные. По-моему, только два цвета вот на сейле за 10 долларов. Вот такие коротенькие. Ну, это для девушек юных. Девушек юных и стройных. Они по... Тоже, наверное, по 20. Да, по 20 долларов. И они... Вот этой вот линейки Aerism. И они, конечно, плестер и спандекс синтетические, но именно вот этот плестер такой дышащий. Вот из этой линейки Aerism. И она, вы знаете, коротенькая, но... Такая, не хлопок, но, в принципе, довольно хорошо выглядит. Именно как топ. Не как майка, а как топ. Тем более, что есть вот такие красивые сиреневые цвета. Ну, конечно, коротковато. Видите, даже на девочке вот пусть торчит. На мне тоже будет торчать. И это совсем мне не нравится. Привет, девушки. Мы сегодня в примерочный юниклон. Нам невероятно, в кавычках, повезло. Мало того, что примерочное маленькое. Здесь еще какое-то заляпанное, мудное, грязное зеркало. Ну, может, и хорошо. Будет все такое в тумане. Слегка такое притуманенное. Может, и неплохо. Так, ну что? Я... Ну, вот я сегодня вот в таком вот в горошек. Вы знаете, в последнее время платье в горошек меня преследуют. Просто везде, во всяких магазинах. И я решила вытащить свое платье в горошек из-за кромов. И вот такое легкое у меня пальто. У нас уже очень-очень тепло. Оно совсем тонкое, без подкладки. Как жакет, он длинный. Находясь и люблю его очень. И украшение такое. Ну, в общем, неважно. Давайте примерять. У нас сегодня брюки. Да? Практически все брюки. Сейчас нам втюривают обязательно вот такую корзину. То есть я не могу прийти в примерочную. Просто так с вещами. Я должна взять вот эту корзину, которая стоит мне и мешает здесь. Без нее меня не пустят в примерочную. Я вам хочу сказать еще, у нас правила, которые у нас придумывают в магазинах. У меня просто нет слов. Знаете, причем спорить невозможно. Я как-то у них спросила. Я говорю, я не хочу корзину. И можно я так возьму вещи? Нет. Нужно взять с собой вот такую вот корзинку и в нее все положить. Ладно. Что делать? Так, у нас первый комплект. Вот эта блузочка сжатая. Мне она не нравится. Она какая-то немножко... Я взяла видео. Может, надо было Ларыч взять. Но она бы не стала намного больше от этого. Она, в общем-то, идет в облипение, девочки. Я почему-то думала, что она такая пошире. А вот эти вот... Там они черные, бежевые, по-моему, и белые. Она такая узенькая, прямо узенькая. Взяла бы я Ларч, она была чуть-чуть пошире. Ну, в общем, вы понимаете, да? И брюки. Брюки темно-синие. Лен с хлопком. Но, вы знаете, они производят впечатление, как будто бы такие теплые, зимние брюки. Хорошая длина, хорошая ширина. Вы знаете, даже если я как-то без каблука, она будет хорошо. И хорошая такая красивая... Красивая расцветка. Кстати, очень подходит к моему пальто. Прямо точно. Смотрите, они как будто шиты друг для друга. Синяя полоска. Синяя полоска. Только это шерсть. Ну, как будто бы шерсть ткань. А это лен с хлопком. И белый топик. Очень все вместе подходят друг к другу. Прямо мое пальто. Естественно, что пальто теплое, а брюки типа летние. Но они такие плотные. Очень толстые. Я даже не знаю, почему они ощущаются, как теплые штаны. Хотя они, в общем-то, летние. У меня еще есть две пары брюк. Есть вот такие. Они все разные. Есть вот такие. Не только по расцветке, но и по фасону, и по составу. Сейчас я сниму свое пальто, чтобы вы лучше разглядели. Смотрите, они довольно с высокой посадкой. И у них здесь есть пояс. Сзади есть резинка. Здесь еще вот есть такие завязочки. Видите, какое мутное зеркало. Вы меня видите? Я себя плохо вижу. В общем, я думаю, что вы понимаете идею. Немножко, мне кажется, они невеликоваты. Это ларч. Не то я схуднула трошечки. Не то они какие-то большие. Я не знаю. Я еще завязала вот эту завязку. Если я ее сейчас развяжу, то мне прямо... Так, они знаете, как-то... У них какая-то вот эта низкая часть между талией и... Как это? Кольфик это называется, да? Ну, вот такие брюшки. Сейчас я вам покажу состав. Покажу вам... Покажу вам, как они выглядят. Мне не нравится этот топ. Я вообще сниму. Здесь вот этот мальчик, который на распродаже у них за 10 долларов. Сейчас вот мне такой хлопок. И есть еще один цвет. Я вам показывала такой кирпичный, но не было моего размера. Потому что я взяла ларч. А кирпичный остались смол, экстрасмол. Я побоялась. Так, ну давайте я все сниму с себя и покажу вам, что почем, что почем. Так, из чего же сделана эта блузка? Вы знаете, 59 катон и 38 нейлона 3 спандекс. То есть у меня состав неплохой. Вообще на вешалке... Да, сколько она стоит? 20 долларов, размер медиум. На вешалке она мне понравилась. Потому что она такая интересная. Жалтый такой. И много хлопка в ней, жалтый такой... Такая ткань. Но видите, я что-то медиум схватила. Мне показалось, видите, она такая большая. Вроде бы не маленькая, да? Мне надо было, наверное, ларч. И тоже, как бы, я думаю... Потому что она внизу прямо узенькая. Но видите, медиум мне как-то маловато показался. Так, теперь брюки с 60 долларов. Вот их я мерила размер large. Сейчас я посмотрю состав. Там хлопок со льном. Должен быть. Да, 53% лен, 47% хлопок. То есть хлопок со льном. Но вы знаете, вот какие-то плотные. Прям как будто такие толстые. Что-то такие, даже зимние штаны. Сзади у них резинка. Два карманчика. Спереди замок, пуговица. И вот такие завязки. Кармашки. Как-то даже какой-то джинс они напоминают по толщине. Знаете, как такая плотная джинсовая ткань. Но на самом деле это хлопок со льном. Брюки неплохие. Может быть, мне надо было бы меньше размер. Может быть, нет. Я даже не знаю. Так-то они мне хороши. Даже, мне кажется, чуть-чуть великоваты. Но, в принципе, брюки неплохие. Состав хороший. Качество сшито неплохо. Есть разных цветов. И только темные. Есть, по-моему, серые, бежевые. В общем, всех цветов. Смотрите, девочки. Вот эта курточка. Это курточка Uniqlo C. Они были по 80 долларов. Сейчас они на сейле за 30. Есть вот такой бежевый цвет. Есть защитный. Это такой, знаете, легкий хлопковый. Жакетик, пиджачок. Скорее жакетик, скорее курточка. Вот здесь она завязывается на талии. Что делает ее такую очень даже женственную. Подчеркивает талию. Можно это все развязать, застегнуть. И она будет обычная. Вот такая вот прямая куртежка. С ворочком. Мне кажется, даже очень неплохая цена. Карманы. Здесь есть карманы. Очень классная куртка. Мне просто она не нужна абсолютно. У меня много таких всяких. Но в принципе, если нужно, 30 долларов они сейчас стоят на сейле. И у меня размер small, девочки. Они очень объемные. Да. Они очень объемные. То есть вот смотрите, она абсолютно мне как раз прекрасно все застегивается. При этом еще есть место. Я еще могу ее затянуть, растянуть. Рукова тоже довольно длинные. Тоже вполне мне нормальные. По ширине, в общем, по длине все нормально. Абсолютно. И здесь я примеряю вот этот топ с морской волны. Футболочку. И вот такие брюки. Они просто, знаете, я бы сказала, что они даже где-то пижамные. Где-то домашние. Но легкие, прилегкие. Их вполне можно носить на улице, безусловно. В жару. Они есть вот такого цвета. Есть серого цвета. И есть полосатки. По-моему, есть однотонные. В общем, брюки классные. Сейчас я сниму этот жакет, чтобы вам показать. Так, смотрите. Это домайка. Это размер ларж на мне. В принципе, она мне нормальная. Но мне не нравится. Ну, как бы обычная майка и майка. Хлопок 10 долларов. Я не знаю. У меня полно таких майк. Я думала, она как-то будет более какая-то... Ну, что-то в ней будет интересно. И брюки. Ну, абсолютная пижама, девочки. Ну, может быть, просто с этой майкой как-то. Опять же, я все хватаю ларж по привычке. Потому что у меня... Я всегда носила ларж. Может, мне надо было взять мизию. Может, вот так ее вытащить. Если она будет мять. Она очень длинная, знаете, брюки. Может, если будет какой-то топ вот такого типа, что он будет прикрывать эту резинку сверху. Брюки будут выглядеть менее пижамные. Но они очень удобные. Знаете, иногда нужна такая удобная вещь. Единственное, что стоят они не как домашние брюки совсем, а как уличные. В общем, не знаю. Так, состав брюк. 51% район, 32 лен, 17 хлопок. Абсолютно хороший состав. Очень легкие. Действительно легкие, тоненькие брючки. Все вот здесь вот на резинке. И спереди, и сзади. Никаких карманов. А, стоят они 40 долларов. А, так они не такие же дорогие. Ну, тогда ладно. То, что вот эти стоят 60, а эти стоят 40. И они действительно такие немножко домашние. Немножко такие дачные, я бы сказала. В них есть тоже карманы. Очень легкие брюки. Тонкие, легкие, просторные, широкие, удобные на резинке. Очень удобные на лето. Прям супер. Хоть дома, хоть на улице, хоть как. Так, значит, курточка эта у нас... Так, курточка сделана 97% хлопок, 3% спандекс. То есть она полностью хлопковая. Стоит она 79,90. Но на самом деле она сейчас стоит 30 долларов. Прям хорошая-хорошая скидка. Это Uniqlo C. Здесь, видите, есть замок. Есть еще такой крючочек сверху. Есть замочек, есть кнопки. Здесь какие-то еще, видите, штуки сделаны, чтобы не рвалось ни ничего. Видите, вот на карманах, да? Прикольно, правда? И много карман. Карман здесь, карманы вот здесь. Они никто не фейковые, они все настоящие. Сзади она немножко так вот присобрана. Вот здесь кокетка от кокетки. И вот так вот собирается на рулик. Очень-очень достойно. Манжета нет. В общем, вот такой куртет. Очень симпатичный. Мне нравится. Просто мне не нужен. Смотрите, вот такие брюки-бананы. Классные, с защипами. Высокая талия. Это тоже размер large. Вот, в принципе, они мне нормально. Тоже у них сзади резинка. Карманы здесь, карманы сзади. Я вам потом покажу. Только они зашитые, но не важно. Хороший фасон. Модный сейчас. Вот такие вот широкие брюки внизу узкие. Длина тоже мне идеально подходит. Тоже есть разных цветов. Есть черные, есть вот такие. По-моему, бежевые. Я выбрала этот цвет для разнообразия, так скажем. Могла взять тоже бежевые. Вот они ближе вот к этому цвету. И, в принципе, мне нравятся они. Вот они так выглядят. Вот так выглядит пояс. Я уже оставила эту майку. Хотя она не очень подходит. Но брючки классные. Ну, все они какие-то большие мне. Или это они такие должны быть, девочки? Или что? Я не знаю. Вот такие вот брюки. Смотрите, большие, большие, широкие. Так, состав этих брюк. 43 район, 34 лен и 23 полиэстера. Состав неплохой. Стоят они 60 долларов. Размер large. Тоже сзади резинка. Карманы. Один с пуговицей, один без. Так странно почему-то, да. И вот они прямо очень широкие. Прям сильно такие широкие. С карманами. Наверное, мне надо было поменьше все-таки размышлять. Ну ладно. Беру поменьше размер, не влезаю. Меня ругают, что я не свой размер беру. Беру побольше размер, болтается на мне. Надеюсь, не будете ругать. Они внизу такие не узкие. В общем, хорошие штаны. Очень прикольные. Такие симпатичные. И майка. Сейчас я вам ее покажу. У меня нет вешалки для нее. Это Uniqlo U. 100% хлопок, конечно же. Стоит оно 20 долларов. Но сейчас они на распродаже за 10. Есть двух цветов. Я вам показывала. Но мне даже больше нравится кирпичный. Такой оранжевый кирпичный. Но не было моего размера. Это Larch. Я не знаю. Майка и майка. Обычная. Ну, хлопковая. Да, за 10 долларов. Хлопковый майк. Плотный хлопок. Такой, знаете. Не тоненький, сопливый. А очень такой плотный. Не просвечивается ничего. Вот размер Larch. Вот такая вот мальчика. Ну что, друзья мои. Вот такие у нас были сегодня примерки. Брючные. Что редко бывает. Я всегда по платьям в основном специализирую. Сегодня пошла по брюкам. Но платья я все-таки откладываю. Все там сарафаны. И все откладываю на лето. Все-таки у нас еще не так ярко. Как всегда в Uniclo. Грохот гремит. Орут. Все орут. Дверями хлопают. В общем, это надо иметь такую крепкую нервную систему в наших магазинах. Чтобы что-то примерять. Начиная. То музыка гремит как ненормально. То дверями хлопают. И все орут вокруг. Эти покупатели. Шумные люди канадцы. Потому что здесь очень много некоренных канадцев. И всяких разных. Которые, в общем, по своей определению люди не тихие. Все. Пожаловалась вам. Нажаловалась на жизнь. Будем прощаться. Всех люблю. Целую. Всем привет. Всем привет из Uniclo. Всем привет из Канады. С вами Бладитов. Пока пока мы.